Итак, встречайте! Милый друг городу из Минзии! Я так хочу, чтобы я-то не качала, чтобы она-то качала... Со мною вслед. Милый друг. Здравствуйте, друзья! Как вы уже успели заметить, нас сегодня всего трое, но при этом настроены серьёзно. Вот, поняли, да? Нас трое, нас трое. Вот ради этого созвучно даже четвёртого человека из команды выгнали. Но тем не менее, несмотря на нашу малочисленность, не спешите нас путать с электоратом партии «Патриоты России». У нас как бы всё нормально, да? Ну, чтобы вы примерно понимали, что сейчас будет происходить, ну вот, Никит, я проголодался, у тебя есть яблоко? Да, держи, вот. Спасибо. Слушай, ну ты меня спас. Мы прямо такие яблочные, спас. Ну вот какие-то такие приколы сегодня. Слушай, а ты знаешь, что такое ядный спаркнул? Ну да. Да чтоб ты в этом баре, ну вот, наверное, в три тысячи посадил. Но вот есть приколы посложнее как бы, да? Ребят, поздравьте меня! Поздравляем! Спасибо, ребят! А? Чувствуешь? Ого! Живат Шикинсо помылся! Чёрт же мануэнс! Достойно, достойно! Ребят, я там за кулисами стоял, всё придумал, Адаша, вот, держи. Если ты это покажешь, мы сегодня выиграем. Груди сальто, ты чё, дурак? Ну хорошо, хорошо, можно обойтись без сальто, только тогда... И без груди. Ну тогда, сто и молчи, с тебя взять даже нечего. Деловая колбаса. Цаца, вот, на неё ещё можно было накинуть. Да. Ладно, друзья. Если перед вами сейчас стоит выбор, чтобы смотреть наши короткие миниатюры или единственные истории своей одногруппницы, то выбирайте наши короткие миниатюры. То, какая она вашими ногами в Умираме, вы и вечно успеете посмотреть. Оправда встречает президента. Ого! Ничего себе, у Путина спинтер, да? Да-а-а-а. Пуф... Пуфи из Мигги Мауса спалился. Так что, употребляем! Ого! А в новом айфоне Сирис может даже кричать на владельца. И прикинь, они потратили на эту разработку два миллиона! Это ты, придурок. Вместо того, чтобы чужие деньги считать, шёл бы работать. Поразит. Никита, ты чё телефон подостал? У тебя же андроид. Ну да, андроид. Мам, я тебе попозже перезвоню. Друзья, а если вы весь сентябрь задавались вопросом, почему так резко похолодало и выпал снег, то не забывайте, что бабка Лето – это прежде всего баба. И, как и любая баба, она могла уйти в декретный отпуск. Милый друг, кайфует! Ещё раз здравствуйте! Итак, представьте, Ольга Кузова пишет новую книгу. Ограбление общественной бани. Так, всё, здание никого не двигаться – это ограбление! Мужик, ты чё? Это общественная баня. Мы тут в простынках сидим, у нас тут денег нет. А в бане венек дороже денег, давайте венек. А, смысли, мужик, я тебе ничего не дал! Так, так! Почему с тобой ничего не случилось? Так в бане мыться… ЗАВАДИСЯ! Дорогие друзья, по многим доставка пиццы, если курьер не привозит ее в течение часа, то она достается клиенту бесплатно. Итак, шо, 58-ая минута ожидания. Ну че, две минуты, считай, на халяву поедим, да? Да иди не открывай. Зачем? Бесплатная пицца, ты че? Да скажем, что золотом не слышали, все нормально. Че, пацаны, думали пиццу на халяву поедем? Ты придурок, ты видишь? Ты придурок, ты зачем дверь выбил? Все в порядке, у меня брат Рюкотов-Трепотин берет, он мне дверь за час делает, а я пошел. А как дебил, что ли, а? Дорогие друзья, мало кто знает, но в этом году город в Бенску исполнился 301 год. И праздник прошел настолько хорошо, что мы решили снять по этому поводу фильм. Каждый год в день города Рюкотов-Трепотинка собирает сотни горожан. Продавцы везде ушек на площади. Здравствуйте, мне вот нужна такая маска, что вот так через все лицо шрамы и кровь. Зачем? Дождись драки. Обычные парочки на беруных. Давай здесь! Да не буду я здесь! Второй здесь? Ничего, е-мое! Ты что, дурак не буду? Я здесь! И на сцену приглашается начальник депортативной культуры! Жди здесь, а пошел! Невероятные традиции! Ну что ж, друзья! Этого салюта мы с вами ждали! С этот год давайте посчитаем вместе! Три! Два! Один! Ура! А теперь потренирные лечники встречаются по городу Мерску! В этом году городу Мерску исполняется 31 год. А в том году сколько было? Три-ста! Ха-ха-ха-ха! Да! Вот смешно это было. Ладно, я не умею говорить красивых слов. Поэтому снюхай! День города Берска. Не простаю поездимить, укрываться нечем. Друзья, и в конце максимально приободряющая новость. Дело в том, что группа Грибы, это чистая правда, 30 декабря заканчивают свою концертную деятельность. Как вы понимаете, Лед не просто растаял, он трогался. Милый друг, какая фамилия? У вас очень рады, друзья, милый друг! Итак, в любом конкурсе «Распинка» это когда команда задает вопрос, а они тут же на него отвечают импровизационно. Понимаете? Такой корпус. Они не готовились к нему. Что-то прикол. И у нас есть вопросы от членов жюри. Кто начнет? Юля, 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 Юля хотите, дайте, дайте жерло вулкана. Юля Алексеева, друзья, ваши аплодисменты! У меня очень простой вопрос. Мы дали вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Магнитик. А ну, вы готовились? Милый друг. Милый друг. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Магнитик. А ну, вы готовились? Плохой, очень плохой человек. Плохой, очень плохой. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, а мы тогда, ваше идеи больше играть никогда не будем. Безума! Безума! Столик. Пожалуйста. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, поездку в Чулы, но... Вы тоже должны меня выиграть. В томиноху, наверное. Поездку в Чулы на Молокомблоне. А! Усилил. И всегда кажутся шлифонерчик. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, мы вам после фотографии на скифоне покажем. Девочки! Всем привет! А я в результате выступаю. Очень хорошо. Спасибо большое. Юля, и следующий вопрос у нас. Не знаю, кто уже на технике, чтобы кто-то большой стал. По-моему, это Евгения не езается, судя по размеру. Пожалуйста, Евгения, ваш вопрос. Он, может быть, не смешным станет? Я не знаю, в этом слове. А, если смешной, вообще. Класс. Ну что ж, неожиданно, как обычно в Сибири, нас купил холод в октябре. Отопление не дали. И теперь вопрос. Как одинокому, популярному молодому человеку согреться осенними вечерами? Это не у тебя, вас не спрашивают. А, да. Столик, пожалуйста. Ехать в Чулын. Там отопление дали. Как молодому, популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Да я вроде не замерз. Не уйду. Правда. Итак, как молодому, популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Берете вот так две ладошки. На них дышите вот так. И за шею вот так директора жека и душите очень сильно. Красно. Аккуратно. 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 Гнем. О! Всегда кажется. Аккуратно. Аккуратно. Тут поплыл. Аккуратно. Как молодому, популярному, симпатичному с квартирой официенту. Молодому человеку согреться осенним холодным вечером. Ну, мы тебе и дьявол можем дать. Это не лучший, вы его не то пленали. Это шумка. Конечно нет,登録 к нам закусок. Блакой очень плохой. Я не примечу. Ну что ж, как молодому популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Где этот молодой? Что-то я не понимаю. Вот, друзья, еще один вопрос от нас. И задает ее... Игорь Бандаренко! Игорь Бандаренко! Да, давай мы так галой не хлопали. Да, просто на самом деле вопросов куча. Хоть в голове надо сразу как-то выбрать один, но давайте, чтобы прямо, четко, что-нибудь стихотворное закончить с противо стихотворения вам будет. О, что вы! Обожаю я, кстати. Вот, все, все уважаемые, но я сам не могу придумать такую. Ну, да ладно. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А че явилась ты? И продолжите. Игорь Бандаренко! Только... Центурника! Пожалуйста! У нас тут... КВС, конечно, и прочее. Они... Мхм... Какой-нибудь... Так, аккуратненько отвечаем. Эээ... Задумались они, что тоже хотя бы закончить. Вам можно не заканчивать, просто расслабьтесь. Все в порядке. Вопрос очень сложный, как мы видим. Никому вопрос Игорь не рассказал перед игрой. Хотя, может быть, вот этому и рассказал. Раз плохой, не очень плохой. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А че явилась ты? Кто не запылилась? Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А че явилась ты? Мы же в бане тебе в другую дверь поюели. Прикольно, прикольно. Сколько это было? И прямо всегда, каждый час. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А че явилась ты? Я, кстати, че явилась, продлилась. Будете? Это их молодой группе. Эээ... Я еще не могу ответить, что явилась в конце? Хорошо. О-о-о-о! Но это все и правильно диктует. Я помню чудное мгновение ты. А мной явилась ты. Ты очень клевая, серьезно. Но знаете, вот ты сейчас нужней. И, как же ты... И... Ты еще хочешь что-нибудь? Отчаянно? А мне не страшно, когда папа играет? Рау! О-о-о... Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А че явилась ты? А правильно. И че? А что? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, свой конкурс одной песни мы решили посвятить джазу, но, к сожалению, ничего не написали на игру. Но вы не волнуйтесь, ведь джаз — это импровизация. Голову не греешь, не сочиняешь — это джаз. Берешь инструмент и исполняешь — это джаз. Вырезгнем стенку — это джаз. Молодец! Это джаз. Блин, ребят, какой-нибудь джаз поэт, кто на каких инструментах играет? Фортепиано. Контрабас. Елена Марабин гордится или кормит своих детей из «Антака». И че это фигня? Боян, йо-мо-йо! Ничего не выучил на искаме. Это джаз. Вместо солдаток из польской штате. Это джаз. Слушайте, ребят, джаз вон везде, вот даже на кроссовках. В смысле? Ну, в смысле. Найк джаз дует. Купил чебуреки в ларке незнакома. Это джаз. Решил посмотреть матч в российской сборной. Это джаз. Ребят, вы в курсе, что открыли новый стриптиз-клуб джаз? Ну, ребят, я тогда одна пошла. Это че, это вдруг? Потому что в джазе одни девушки. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Копил себе на тупом я и. Это джаз. Забыл про день рождения мамы. Это джаз. Ребят, джаз, он просто везде. Придите, ну по улице пишут бомжа, а он такой Это джаз. А ты, вовчак, тебе дик дал, у него реально джаз горят. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это джаз. Слушайте, какой тебе джаз? Ты вообще даже в жизни импровизировать не умеешь. Это неправда. Ну тогда дуэль. Дорогой, а откуда на тебе этот голос? А, ну, купил. Дорогой, откуда на тебе? Это джаз. Ну, в общем, я беременна. А, ну, а души? Я беременна. Мать, не гоню, мы с тобой только целовались. Это джаз. Сынок, ты что, куришь? И как ты мне это объяснишь? Мам, это фотошоп. Сынок, ты что, куришь? Это джаз. Да я вам 200 докажу, что умею импровизировать. Я прямо сейчас спущусь в зал и первую папашу девушку поцелую. Что же сейчас нам покажем, Никита? Это джаз. Я лично не знаю, но мне интересно. Это джаз. Вот эту. Никит, что ты врешь? Это твоя девушка. Ладно. Тогда вот эту. А с этой ты вчера в ресторан ходил. О, ну, дружище, импровизируй. Да, Даша, извините, я не хочу скандала. Это джаз. Привстит, извините, я, Даша, не знаю. Это джаз. Кто кобель? Я не кобель. Кто осел? Я не осел. Ну ладно, Никита, ладно. Удалось. Удалось тебе все-таки попасть в джаз. Бурган, и что теперь? Меньше есть, больше бить и денег нет. А зачем тогда СПВ, ну, смените? Действительно. Что вы хотели сказать этим номером? Это джаз. И хотели, чтобы мы все в этом саду вспомнили, что есть чаз. Он как рэп, но красивей, но как рот, но помним. Это джаз. Кайфуем. Это джаз. Сделай друг. Это джаз. Сделай спасибо. Это джаз. Всего пока. Боже мой взгляд, я, Даша, Даша, Сибир.